Половерку, чтобы нас сразу в кое расправлять. Ну и вот. Так что, я считаю себя достаточно счастливым и удачным человеком по жизни. Смотрите, наша курица показывает себя практически готовой. Давайте сделаем для неё какую-нибудь красивую подачу. У нас есть лоток чистенький, хорошенький. Мы его вот так вот выложим. Думаю, что ничего нового в этом случае я не скажу. Каждый хозяин наверняка знает, как украшить своё блюдо. Ну и ещё чуть-чуть. Проручает меня пливаться. Так. Угу. Далее для печенки мы делаем красивую лимончиком. Такие колечки тоже очень просто делаются. Тоненько нарежем такой колечек. Надрежем его не до конца. И получим с вами вот такую красивую штуковинку. Но это украсит нашу блюдо. Вот я считаю, что всегда блюдо должно быть не только вкусным, но и обязательно красивым. Вот этими штучками мы украсим с вами нашу печенку. А для корочки мы можем сделать очень быстро. Родочку. С вами небольшой цветочек. Это тоже делается очень просто. Вы, наверное, знаете, что у нас в России недавно достаточно появилось такое. Я считаю, это вид искусства. Называется карлинг. Это резьба по фруктам и овощам. Те, кто бывают на курортах в Турции, в Египте, на шведских столах, в отелях. Видели эти изумительно красиво нарезанные, даже не нарезанные, а вырезанные скульптурой. Из целого арбуза, из целой тыквы. Понятно, что я достаточно далека от этого. У нас получилась такая вот красивая розочка. Ее мы украсим фобку. Оторвем только. Ее мы украсим курочкой. Ну что, я считаю, что все уже готово. Поэтому я сейчас буду вылавливать ее. Вот такая у нас. Вот, если что-то выложим. Если бы была бы возможность такая собирать запахи, да, как в фильме «Парфюмер», выпускать аромат вот этой курицы и вот того, что будет готовиться следующего, да, вот этой печенкой, ой, мы бы стали богатыми. Прихвачу, наверное, юга. Потому что это сумасшедший аромат. Все такое спросила. Понятно, что кто-то может сказать, что эта пища далека от понятия здоровой фитнес-еды. Я с вами спорить не буду, я соглашусь. Но иногда можно себе позволить, есть не только вкусно, наоборот, есть не только полезно, но и вкусно. Вот, смотрите, что у нас получилось. Такая вот красотища. Я думаю, что вот кудрявая, очень красивая петрушечка тоже составит и такую изумительную компанию. У нас готово первое, второе блюдо. Отставим его немножко сюда. Ну и все, наступил очень ответственный момент. Жарим печенку. Подожди, сейчас это вылезем. Давай, пока. Тихо, сейчас. Питерать на меня. И вот, мы берем нашу печенку. Не нужно добавлять много масла, да, тем более у нас стеклоновая сковородка. Наша основная задача, обжарить ее очень быстро. Сейчас она будет щупить. Попиляться. И вот началось все самое, о чем я говорила. Она начала давать аромат. Это не передается ничем. А я пока быстренько чередую листом. Итак, у нас есть, да, все-таки мы его выложим, накрасим его тарелочку. У нас есть салат фельдфель, да? Знаете, вы, может, не знаете, я вам расскажу. Фельдфель по-арабски, фельдфель. Мы его запекли в натуральном виде, потом очистили. Добавили чесночку, лимонного сок, немного посолили. Да? То есть мы старались максимально сохранить его свежие, природные, вот так вот данные. Дальше. Итак, это наша первая закуска, вот так же ее можем украсить. Ну и так красиво. Ну, просто чуть-чуть фитрушечки. То, что мы готовили с вами в самом начале, тоже готово. Это называется гибнадедобитаматум. Дословно белый сыр с помидорами. Но я уже говорила, поскольку у нас нет возможности достать того гибнадедского белого свежего сыра, мы использовали обезжиренный творог, свежий, томаты, мелко порубленные. Ну, кому не лень, их можно было, конечно, очистить от тежурья семечек, но я посчитала это лишним. Так получается сочнее. Я добавила растертого солью чеснока, немного свежей мяты, немного петрушки и одну из моих любимых специй, каву. Сейчас у нас печенка уже практически готова. Далее. Трудоемкая, но очень красивая, на выходе с блюдом, это куриные плечики а-ля Сан-Джуани. Не хватило у меня времени, но для удовольствия ваших гостей можно каждую ножку, косточку обернуть кусочком фольги, и тогда можно будет кушаться и не обляпаться. И так, и сейчас у нас уже практически готова печенка. Аромат, как говорил Аркадий Садьевич, специалистский. Ну, и еще раз повторюсь, что главное приготовление этой печенки, в принципе, как и любой другой печени, это скорость в ее термической обработке, иначе она становится похожа на хорошую кожаную подметку. Вот свою печенку я больше мучить уже не буду, она готова. Потрясающий аромат. Повторю, да, то, что я сказала в самом начале, я сознательно не буду вам рассказывать программы, миллиграммы, столовые чайные ложки, да, дозировки наших продуктов, потому что каждая хозяйка имеет свой взгляд на вещи, свой вкус. У кого-то дома кто-то не ест кислого, кто-то не ест чесноком, кто-то... Поэтому я за то, чтобы у всех во всем, в танце, кстати, в том числе, была свобода выбора. И чем мы руководствуемся всегда, это только, может быть, двумя-тремя вещами. Во-первых, это, безусловно, чувство такта и чувство меры. Ну, в-третьих, это... Во-вторых, это ощущение прекрасного. Ну и... Не хватает одной маленькой... А давайте мы используем вот эту помидорку вот здесь. Ну и, безусловно, чувство вкуса. Вот, мои дорогие. Вот ничего красивого я в жизни не видел. Очень хочется вас пригласить. Кстати, вполне возможно, что тут ваша поддержка. Можно будет устроить такие танцевально-кулинарные мастер-классы, где можно будет совместно приготовить пищу, совместно ее попробовать, ну и затанцевать это дело. Спасибо за внимание. Была тронута. Всего вам наилучшего. Ваша Айда.